Девушки отдыхают Бог дал женщинам и мужчинам возможность выбрать либо золото мира, либо славу Бога. Я молюсь, чтобы ваш вопль сердца к Богу звучал так. Господь, я достаточно долго не слушался Тебя. Дай мне силу отказаться от своего золота. Не пропустите серию «Нетленное богатство». Сегодня в программе. Один из ярких примеров компромисса в Писании — это Аарон, брат Моисея. Всякий раз, когда Аарона ставили на место лидера и доверяли ему ответственность, ему недоставало стойкости. Это ясно видно в Писании, и особенно в 32 главе книги «Исход». Его озабоченность популярностью любой ценой и желание ладить со всеми каждый раз подавляли ему убеждения. И когда это происходит в Церкви Иисуса Христа, это трагедия. Каждый из нас, включая вашего пастора, каждый день сталкивается с давлением, требующим компромиссов. И поэтому, когда я говорю вам, что понимаю, я действительно понимаю искушение Аарона в 32 главе «Исхода». Хочу поделиться с вами секретом. Можно, да? Я открою вам этот секрет. Никому только не рассказывайте его. Хорошо? Это будет только между вами и мной. Так вот, я чувствую это давление сильнее, чем многие даже думают. Я испытываю эти искушения и чаще, чем вы можете себе это представить. Я каждый день смотрю в глаза этому самому компромиссу. И мне приходится уклоняться от этих назойливых искушений. То пусть это останется между нами. Однако я также чувствую, что становлюсь намного ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы предстать перед Ним одним. У каждого из нас наступит этот момент, когда мы предстанем перед Господом лицом к лицу. И по мере того, как я приближаюсь к этому дню, меня не столько заботит то, что я собираюсь ему сказать, сколько то, что он скажет мне. И поэтому, когда я читаю «Исход» 32 главу, и вижу, что Аарон поддался давлению, эта тема для меня не что-то далекое, не что-то неактуальное. Мы все понимаем факторы, которые могут привести к компромиссу в жизни. Искушение поддаться давлению культуры. Не просто приятная тема для меня как пастыра, как проповедника, о которой можно говорить как о чем-то, что меня лично не касается. Но это ежедневная конфронтация, которой никто из нас не должен относиться легкомысленно. Надеюсь, вы услышали меня. Никто не должен относиться к этому легкомысленно. По сути, есть три фактора, которые вы найдете в этом тексте, три фактора, которые играют очень важную роль в том, чтобы привести верующих к компромиссу. Во-первых, компромиссу приведет непреодолимое желание всегда всем нравиться. Во-вторых, уверенность в своей тактике, в своей собственной мудрости и стратегии не убережет вас от компромиссу. Далее, в-третьих, оправдание компромисса не избавит нас от последствий компромиссом. Первый фактор — это желание. Или, я бы сказал, непреодолимое желание нравится. Нам всем нравится, когда нас любят. Но когда это становится непреодолимым желанием, нужно быть начеку. Это желание у некоторых людей больше, чем у других. Но... Позвольте мне кое-что объяснить. Это очень отличается от Божьего благословения за вашу верность. Существует огромная разница между тем, когда Бог вас благословляет и приносит благословение на ваш путь, благодаря вашей верности и тем, когда вы одержимы идеей нравиться людям, причем независимо от цены. В 32-й главе Исхода вы обнаружите, что Аарон отвечает на мятеж. Это действительно был мятеж. Не столько мятеж против Моисея, сколько против Яхве. Они восстали против Яхве. Но Аарон был не тем человеком, который мог противостоять массовой культуре. Аарон не был человеком, который мог положить конец мятежу любой ценой. А вместо этого он обнаружил, что склонен к компромиссам. Пожалуйста, послушайте. Это безошибочный принцип. Желание нравиться приведет к компромиссу. Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это непреодолимое желание нравиться. Это всегда приведет вас к компромиссу. Во-вторых, опора на собственную умную тактику и стратегию не помешает вам пойти на компромисс. Я покажу вам это в 32-й главе. Аарон полагался на свою стратегию, на свою тактику, и она с треском провалилась. Посмотрите второй стих 32-й главы. Он ярко иллюстрирует, что я имею в виду... Аарон просит их отказаться от золота и серебра. Что он делает? Он полагается на свою мудрость, а не на мудрость Бога. Он полагался на свое мирское мышление в этом втором стихе. Согласно его умной стратегии, если они узнают, что это им чего-то будет стоить, они этого не сделают. Они скажут, «О, нет-нет, не беспокойся об этом, нам это не нужно». И поэтому он попросил всех их отказаться от золота и серебра, драгоценностей всего, что они носят. Разумеется, они передумают, если им это будет чего-то стоить. Что же сделал Аарон? Он обратился к их материалистическим инстинктам. Они воззывал убояться Бога. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Запомните, друзья, естественный разум готов потратить целое состояние на свои удовольствия и своих кумиров больше, чем на что-либо другое. И этого Аарон, к сожалению, не понимал. Если когда-либо будет соревнование между материализмом и идолопоклонством, идолопоклонство победит безоговорочно. Но в большинстве случаев они всегда идут вместе. В большинстве случаев они идут вместе. Бедный Аарон. он думал, что если дело коснется их бумажников, они передумают и не захотят поклоняться египетскому богу-быку. Помните, когда мы говорили о десяти казнях, которые Бог навел на богов Египта? Я сказал вам, что из всех богов Египта жаб, реки Нил и прочего, израильтяне, находящиеся в рабстве в Египте, более всего увлеклись поклонением Апису, богу-быку, богу-силы. Он был богом израильтян в Египте. Они практиковали поклонение ему, пока жили в Египте. «Услышьте меня сейчас!» Умная человеческая стратегия и мудрость рано или поздно дадут обратный эффект. Это неизбежно. Возлюбленные, послушайте, когда вы сталкиваетесь с искушанием, не надейтесь победить его, полагаясь при этом на человеческую мудрость. Не пытайтесь полагаться на свой ум, сталкиваясь с дьявольским искушением. Вы будете всякий раз терпеть поражение. Я не пытаюсь заставить вас опустить руки, нет, я дам вам подсказку. Если вы пытаетесь преодолеть свои слабости, а они все разные для разных людей, если вы пытаетесь преодолеть свои слабости собственными силами, вы готовитесь к поражению. Я проповедую истину, но вот кое-что, то, что вы никогда не должны забывать. Духовные битвы можно вести, выигрывать только духовным оружием. Аарон ошибочно думал, что они никогда не расстанутся со своим материальным имуществом. Аарон не понимал, что люди от природы готовы тратить состояние на свое удовольствие. Аарон не понимал, что люди по своей природе готовы отказаться от того, что у них есть, чтобы поддержать свои пристрастия или что-то там еще. Аарон не понимал, что люди по своей природе более чем готовы отказаться от того, что у них есть, ради того, чего они хотят. Итак, когда народ Израиля принес все свое золото, серебро, серьги и все материальные ценности, которые у них были, Аарон понял, что он стал жертвой своих собственных хитроумных приемов. Он попался в свою же ловушку. Он вынужден был создать тельца, Бога Египта Аписа. И когда они увидели золотого тельца, они обрадовались. Посмотрите на 8 стих. Они были в восторге. Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Позвольте сказать вам касательно этого кое-что очень важное. В намерение израильцев не входило отречение от Яхве. Совсем нет. Они хотели поклоняться Яхве под именем Аписа. Что же это означает? Означает это то, что они хотели поклоняться Богу на своих условиях. Они хотели создать Бога по своему образу. Им нужен был Бог, понимающий их чувства, желания. и все их прихоти, так же, как многие люди в нашей культуре сегодня, даже те, кто называют себя христианами. Они верят в Бога. Они верят в Иисуса, но им нужен Бог, который сделает для них то, что хотят они. Им нужен Бог, который будет им потакать, что бы они не делали. им нужен Бог, который не изольет свой гнев на грех мира. Хотя, мне кажется, его гнев сойдет раньше, чем мы думаем. Им нужен Бог, который говорит, детка, все, что хочешь, все твое. Им нужен Бог, который не осуждает греха. Им нужен Бог, который не требует святости, но постоянно делает их счастливыми. им нужен Бог, который не осуждает безнравственность, но использует свою силу, чтобы сделать их счастливыми. Вы встречали таких людей? Я лично постоянно встречаю таких людей. Я прошу вас, никогда не забывайте, что это возвращение к идолопоклонству или попытка визуализировать Бога любым иным способом. Кроме того, как он сам открыл себя, произошли после 20-й главы исхода. И вы скажете, что такого особенного в этой 20-й главе? Дело в том, что в 20-й главе исхода Бог дал им 10 заповедей. А что же говорят эти заповеди? Не делай себе никакого изображения, изображения Господа. Он сказал, «Я, Яхве, Бог, который вывел вас из Египта». Но намного легче быть в церкви, которая говорит, а мы не говорим, а некоторых из них. Намного легче быть в церкви, которая говорит, сексуальное извращение, ну, это было связано с язычеством Ветхим Заветем, а не современным Новым Заветем. Христиане могут без проблем участвовать в этом, потому что они спасены. Я знаю, как сложно жить в культуре полный компромиссов, я это прекрасно понимаю, но не забывайте, что верность истине имеет свою награду. Если не в этой жизни, то награда обязательно ждет вас на небесах. На днях я прочитал испанскую поговорку, которая звучит примерно так. «Идущие с волками учатся выц». В наши дни мы слышим волчий вой довольно часто, а Рон, как и многие другие христиане, идущие на компромисс в глубине своей души знал. Он поступает неправильно. Он это знал в глубине своей души. Я покажу вам это из Слова Божьего. Он знал, что не должен был выливать с золотого тельца, он просто ничего не мог с собой поделать. Ведь давление было слишком сильным, принуждение было безжалостным, обличение было таким манящим. В сложившихся обстоятельствах этого просто нельзя было избежать, не так ли? Посмотрите на 21 стих. При встрече с Моисеем Аарон не отрицал своей неправоты. Он просто попытался объяснить, почему он это сделал. И в стихах из 22 и по 24 Аарон дает Моисею обоснование компромиссом. Возлюбленные, послушайте, никто и никогда не может заставить вас пойти на компромисс. Никто не может заставить меня пойти на компромисс. Мы выбираем компромисс. Первый фактор, который приведет к компромиссу, непреодолимое желание нравится людям. Второй фактор, это полагаться на собственную тактику. И ваша собственная умная стратегия не помешает вам пойти на компромисс. И третий фактор, оправдания не уберегут нас от последствий компромисса. Некоторые говорят, что Иисус спас нас навеки от ада, поэтому не имеет значения, как мы живем. Есть и другие, которые рационализируют свой компромиссный образ жизни, говоря, «Но это Бог поместил меня в эти условия, я не хотел там оказаться, это Бог допустил это окружение в моей жизни, следовательно, Бог должно быть, хочет, чтобы я шел именно в этом направлении, именно так и поступил Аарон, когда он столкнулся с Моисеем. Я хочу, чтобы вы увидели это в Писании. Я это не сам придумал, если бы этого не было в Слове Божьем, я бы не стал об этом говорить. По сути, реакция Аарона — классический пример нашей склонности к рационализации и самообману. Надеюсь, вы со мною. Давайте посмотрим на 21 стих. Моисей говорит Аарону. Аарон, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? 22 стих. Это ответ Аарона. Да не возгорится гнев. Господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный и необузданный. Если больше ничего не остается, сверни вину на кого-нибудь другого. За свои поступки отвечаешь ты сам. Но самое удивительное объяснение содержится в 24 стихе. Всякий раз, когда я читаю 24 стих, он вызывает у меня смех. Я читаю это место и смеюсь. Не вслух, конечно. Давайте взглянем на это место вместе. Я сказал им, у кого есть золото, снимите себя. И отдали мне. Я бросил его в огонь и вышел этот чудесный зверек. Вот это чудо. Это чудо. В Библии сказано, что он вытачивал и вырезал, но он сказал, Моисей, не сердись на меня, это чудо от Бога. Разве это не чудесно? Я просто бросил золото и серебро и вышел апис, вышел целец. Если бы не грустно, было бы смешно. Факт в том, что все мы что-то производим. Творим добро или творим проблемы, и даже когда мы придумываем отговорки, мы что-то производим. То, что ответил Аарон, это классический ответ виноватого. Виновный человек сделает все, что угодно, только не то, что действительно нужно. Он сделает все, что угодно, но не признает свою вину и не раскается. Однако Бога не позабавили оправдания Аарона, и он хотел уничтожить всю израильскую общину. Если бы Моисей не пал на лицо и не умолял Бога, если бы он не ходатайствовал за них, говоря, «Забери мою жизнь», если это поможет, Бог хотел создать целое новое поколение. Но Моисей сказал, «Нет, лучше забери мою жизнь, только пощади свой народ». И Бог пощадил Израиля, однако он не пощадил. 3000 лидеров, которые привели народ к мятежу. Не следует легкомысленно относиться к последствиям только из-за того, что Бог не дает вам пожать последствия через неделю или две, или даже год, или два, или даже десятилетия, или два. Это удивительная особенность нашего Бога. Но у компромисса есть свои последствия. Я повторю это еще раз, потому что я хочу, чтобы вы это запомнили. Компромисс имеет свои последствия. На сей раз давайте произнесем это вместе. Компромисс имеет свои последствия. Я думаю, что это послание обращено ко всем нам. Я знаю, что через это слово Бог говорил в мое сердце. И уверяю вас, Бог разбирается со мной, когда я готовлюсь к проповеди. Я молюсь о том, чтобы никто из вас не проигнорировал это слово, но чтобы вы отвергли компромисс в своей жизни. Может быть, вы на грани компромисса. Бог говорит вам, я не случайно позволил вам услышать эту проповедь сегодня. Если вы в процессе компромисса, Бог говорит, никогда, не поздно, прийти ко мне. В любом случае, прошу вас не относиться легкомысленно к предупреждению из Слова Божьего. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...